Всем здравствуйте! Продолжаю нашу зимнюю сессию в этой абсолютно комфортной для оратора обстановке Минус 11, ничего нигде не подмерзает, я бы так сказала, тепло, хорошо, и мы продолжаем Итак, девушка спрашивает В январе 2012 у меня была прелюдия с парнем, он просто терся о моё влагалище Но не входил в меня, и я ничего не почувствовала, но через пару минут заметила капли крови на ежедневных прокладках И неприятные ощущения, и не могла нормально ходить, и через пару часов у меня пошли месячные С тех пор я ни разу, ни с кем, ничего, и болело это всё где-то полтора или два года Скажите, можно полагать, что я ещё детственница, или хотя бы будет ли снова кровь, если прошло уже 4 года? И почувствует ли мой следующий партнёр, что я ещё девочка? Так как первый вообще в меня не входил, а просто терся, видимо, заделал детственную плеву Вы знаете, я думаю, что вы, конечно, не девочка, потому что половые контакты у вас были, и это нужно понимать И вопрос, девочка вы или девочка, это вопрос вашей внутренней зрелости, а не физиологического статуса Мне всё время, я во всех роликах это говорю, вы мне опять задаёте этот вопрос Меня всё время удивляет, насколько вот этот факт наличия детственной плевы для вас важен В смысле понимания того, что девушка ещё девочка Какая она девочка, если она прекрасно понимает физиологию полового акта У неё были попытки, там кто-то тёрся, член моё влагалище Это произошло по обоюдному согласию, обоим было приятно, хорошо И всё это вместе называлось словом половой контакт С полной пенетрацией, не с полной пенетрацией Это уже вопрос Но при этом девушке страшно важно, чтобы её считали девочкой Зачем? Что? Она получает какие-то выгоды от этого инфантилизма? Не понимаю Более того, она оправдывается Он просто тёрся, но не входил в меня Ведь прошло 4 года, я ведь ни с кем, ни с кем Ну вдруг я девочка? Но если вам важно вот сохранить вот эту вот внутреннюю чистоту и целомудрие Так из этого и начинайте И следующему парню можете вполне представить себя такой, какая вы есть на самом деле Да, какая-то была там у меня попытка, но ничего из этого не вышло Ни к чему серьёзному не привело Ни с кем не встречалась, глубоко не любила Вот она чистая детственная, берите меня как есть Но какую-то физиологическую печать невинности представлять в этой ситуации, я думаю, бессмысленно Что касается действительно этой печати Сходите вы к гинекологу, задайте вы этот вопрос Врач, он всегда врач в любом городе нашей страны, в любом селении И выносить моральные оценки своим пациентам ни один врач не имеет права Обратите внимание, я никогда не говорю там, ты плохой, ты хороший Я всегда просто оцениваю ситуацию, как она есть Вот, и так обязана сделать любой врач И никто не имеет права вам сказать, что тебе там 20 лет, а ты уже там, или ещё что-то Никто не имеет права вам такое сказать Или тебе 17 лет, а ты уже живёшь половой жизнью Вот, или тебе 20 лет, а ты ещё живёшь половой жизнью Никто такого права сказать не имеет Более того, если вы это услышите на приёме, вы имеете полное моральное право Осадить врача и сказать, доктор, секундочку Я не к священнику пришла, не мама моя меня ругает Я пришла к вам для того, чтобы вы посмотрели меня на кресле И сказали мне, девственница, или я ещё нет И я планирую начать половую жизнь Чего мне ожидать от этой половой жизни, от своего партнёра Это будет зрело, взросло, это будет грамотно Вот так вы и поступите Вот, следующий момент, касающийся ваших каких-то внутренних колебаний Если всё-таки там, скажем, у вас там один участковый гинеколог Который смотрит и вас, и вашу старшую сестру, и вашу маму, ещё там кого-то И вы, ну, прям не можете переступить через этот моральный барьер Пойти к врачу и ещё такую проблему ему озвучить А в следующей очереди сидит ваша мама А вдруг там врач как-то намекнёт или головой покачает Скажет, ну, девочка-то ваша созрела И с вашей мамой потом вам предстоит неприятный разговор Который вы хотите избежать, который вам не нужен Всегда можно пойти к платному врачу Всегда И в нашей стране сейчас, по-моему, нет ни одного городка Где бы им нельзя было найти платную клинику Пойдите к другому врачу Поставьте перед врачом по-взрослому, по-зрелому ситуацию ребром Скажите, доктор, я пришла обсудить всего две вещи Являюсь ли я девственницей, то есть сохранена ли у меня девственная плева Я планирую начать половую жизнь Как мне себя вести в плане предохранения от инфекции, от беременности нежелательно Я вот хочу вам задать эти вопросы И всё, если кто-то начнёт вас критиковать, вы имеете полное право его осадить Вот такой вот будет вам совет А сейчас, пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok